Рабочая поездка в Карачаево-Черкесию руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого была кратковременной, но насыщенной. Помимо встреч с представителями органов власти, в Республике председатель Комитета Госдумы по международным делам отдал дань уважения погибшим в разные годы защитникам Родины, а также оценил деятельность Дамате, одного из ведущих в России предприятий по переработке «Баранины». Подробности в следующем сюжете. Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий начал более близкое знакомство с Карачаево-Черкесией с посещения памятного места региональной столицы. На аллее славы в Черкесске гости республики вместе с представителями Совета Федерации, регионального парламента, общественных, патриотических объединений отдали дань уважения защитникам Родины разных лет. Затем руководитель Комитета Госдумы по международным делам побывал на одном из крупнейших в стране предприятий по переработке «Баранины», которое входит в холдинг Дамате. Для Леонида Слуцкого была проведена экскурсия по цехам. Представители предприятия рассказали о полном цикле производства, о продукции, привлекательности труда здесь, а также о дальнейших планах, после чего гость республики поделился впечатлениями от увиденного. Предприятие поражает искусственным интеллектом, поражает чистотой, поражает слаженностью работы сотрудников, высокие зарплаты, создаются новые рабочие места, предприятия холдинга работают во многих субъектах Российской Федерации. Строится новое предприятие, новая цеха, создаются новые рабочие места. Кавказ Мясо – один из флагманов промышленности в целом Карачаево-Черкесской республики. Должен сказать, что мы с коллегами находимся под большим впечатлением, поэтому такие предприятия, такие уникальные производства, людей, которые их создают, которые на них трудятся, надо, безусловно, поддерживать. Леонид Слуцкий пожелал коллективу предприятия не останавливаться на достигнутом, помогать обеспечению продовольственной безопасности страны. Артур Мкцер и Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия